Здрасьте, здрасьте. Я тут приехал в торговый центр. Не знаю, если вы его увидите или не увидите, но показать могу. Вон он там. Вон где-то на моих видео есть. Вот сейчас мы попытаемся поставить мой телефон обратно, чтобы он не свалился к чертовой матери. Я решил поговорить с вами о жизни, а то меня тут спросили, так сказать, какая культура лучше, америка кашечная или российская? Ой, вы знаете, это вопрос такой сложный. Я столько долго живу в Америке и столько давно не был в России, что в России я этот самый иностранец, иностранец и враг народа, а в Америке я тоже шпион русский, тоже иностранец, и говорю я по-английски странно. Почему странно? Потому что я изучал английский язык в Индии, но не изучал, я его изучал в России с пяти лет, а потом, значит, я стал действительно свободно говорить по-английски уже в Америке, а в Индии, так сказать, это было доканал свой английский язык, что стал говорить по-английски, ну, стал говорить по-английски, вот, а по-русски я с трех лет разговариваю, вот, на великом и на могучем. Так вот, какие культурные различия? Ну, они, конечно, есть. В России любят, люди любят поговорить, это, в принципе, европейская культура, но с азиатскими ценностями. Вот в Америке это, ну, такая легкая форма европейской культуры. Ох, начинается снег, хорошо ведь, именно я скоро поехать. Вот это самое, но она, ну, она, так сказать, больше пуританская, а пуритане это были такие ярые христиане, которые в 16-17 веке выперли из Англии, потому что они были еще более чопорные, еще были ненормальные, более ненормальные, чем эти самые, чем обычные англичане. Вот, это, конечно, здесь проявляется, а сейчас у меня, конечно, происходит раздвоение личности, в том смысле, что я там, мне там плохо и здесь плохо, и там хорошо, и здесь хорошо, то есть везде все нормально. С точки зрения духовности, это дурацкий вопрос, где лучше, где хуже. Значит, ну, в России, конечно, все просто, просто уверены в своей духовности, но все духовные книги, такие новые, за исключением Библии и так далее, они приходят из Америки, в основном переводы там оттуда. Сейчас, конечно, появилась куча своих авторов, которые, кстати, я не знаю, поэтому я комментировать не буду. Это самое, вот, и, то есть, Америка во многом смысле, это самая духовная страна по той простой причине, что здесь собирается много людей, которые все такие умные, чудесные, и такие духовные, и так они занимаются практикой, пишут книги, и семинары они толкают, и по разным странам они ездят. Просто, просто, ну, крэм для ла крэм, так сказать, духовного общества. Ну, я, конечно, подсмеиваюсь по этому поводу, но тем не менее. Вот, такое впечатление, что Россия сейчас переживает то, что было в Америке в 60-х, 70-х годах, я имею в виду духовно. То есть, очень много интереса к альтернативным, необычным, стандартным духовным дисциплинам. Вот, а то, что меня интересует, меня интересуют уже, в принципе, люди, которые уже, так сказать, открутились, отвертелись, уже, так сказать, там, ко всем великим гурам поехали, в этом разочаровались, или просто поняли банально, что им нужно что-то более глубокое. Вот, я не говорю это против тех, совсем. Это также было бы смешно говорить, что вот пятилетний ребенок не умеет там математикой заниматься, или там 15-летняя девочка, когда она пишет поэзию, она звучит как поэзия 15-летней девочки, а не как Пушкин, Лермонтов и Тютчев. Вот, или там, я не знаю, то есть это совершенно нормально, что люди на определенном, на определенном, так сказать, уровне сознания, или там на определенной стадии развития, они показывают все признаки этой стадии развития. Даже если эти люди гениальны, это не значит, что они будут, это самое там просто потрясающие. Вот поэтому там, где вам комфортабельно, в России или в Америке, или среди русскоговорящих, или среди англоговорящих, или среди чучмешноговорящих, это не имеет никакого значения, потому что вы имеете право быть там, где вам комфортно. Духовности здесь при чем-то? Духовности там-то, в общем-то, и нет. Вот, то есть она есть, но она такая, в зародыше. Вот, и, кстати, если уже на эту тему говорить, я знаю много людей, которые там по 50-60 лет занимались серьезной медитацией, а прозрение у них не случилось. Ну, там, урхаза, может быть, у них там случился там пару раз в году. Вот, но дело в том, что чем бы вы ни занимались, как бы вы что-то ни делали, духовность, она не происходит никогда от техник. Эти техники могут помочь, эти техники могут что-то там пробудить, но пробуждаетесь вы, и не техниками. Вот, поэтому то, что я знаю, или то, что я не знаю, за это я могу только благодарить тайну. Вот, и на данный момент мне так хорошо, в том смысле, что меня не беспокоит, насколько я что-то знаю или не знаю. Это, кстати, одна из вещей. Вот, смотри, кто-то приезжает. Одна из умных вещей, которые происходят у вас, когда вы, там, доктор науки, вообще вы такая умная-умная человека, вот, то вы можете спокойно говорить, а я не знаю это. И все понимают, что ты такой умный человек, что ты можешь признаться, что что-то не знаешь, потому что в этом стыда нет. Это, знаете, у меня всегда напоминает этот анекдот, как японец говорит, «Я, японская товарища, изучаю очень холосо русское языко. Каждая японская товарища изучает один русский слово в день. В неделе японская товарища изучает семь русское слово, а в месяц — тридцать русское слово, а в год — триста шестьдесят пять русское слово, и мы все их храним здесь, в ЗПЕ». Не буду полностью слово рассказывать. Ну, вот так. Это, кстати, насчет изучения иностранных языков. Как я их изучал? Ну, значит, для того, чтобы хорошо выучить любой язык, нужно, ну, нужно, что сказать, что вы были в среде, где говорят на этом языке, ее можно искусственно создать, но лучше естественная среда, где вы просто не можете использовать своим родным языком, вот, а пользуйтесь все время иностранным. Вот, значит, номер один, номер два. Нужно приложить колоссальные усилия для этого. Я на каком-то видео рассказывал о том, как, когда я сдавал экзамен на этого, на аспирантуру, там единственное открытое было, ну, удобное для меня время было что-то там в семь утра. А в семь утра я могу писать поэзию, но в математике я, ну, скажем, трудно мне это, а в логике вообще-то не бум-бум. Так вот, значит, у меня по английскому языку я что-то там в восьмом или в седьмом проценты из всех людей, которые оканчивают колледж в Америке. То есть я могу в Гарвард идти и изучать там английскую литературу с моим словарем и своим пониманием языка. А по математике было, ну, было нормально, но не так идеально, как я хотелось бы. А вот по логике вообще было ниже среднего. Так что, знаете, если вы слушаете меня и думаете, что у меня там будет какая-то логика, боже мой, какая у меня будет логика, кроме глубокого чувства идиотизма. Вот, значит, и... Вот так. Значит, у меня был, так сказать, большой трам-тарарам по поводу на каком языке писать мою третью книгу. По-русски или по-английски? Ну, у меня где-то, наверное, 90-95% заметок и материала по-английски. Вот. И я долго думал, потому что по-русски эмоциональнее язык. Он более... Он, ну, более естественно для меня окрашен, а по-английски он интеллектуально лучше окрашен. И он в каком-то смысле точнее по-английски, чем по-русски. В каком-то смысле. Потому что русский язык более чем достаточный в точности. Поэтому он и великий, и могучий. Вот. И на данный момент я ее, скорее всего, буду писать по-английски, потому что, слава богу, найти переводчика. У меня, кстати, очень хороший переводчик есть. Вот. Который я сомневаюсь, что она откажется переводить мою следующую книгу, когда она будет написана. Вот. Так что, такая вот... Такой вот у меня апдейт. Возвращаясь ко всей там духовности и все такое. Самое главное поймите, что духовность, она происходит от бога, от тайны. И когда тайна решила у вас, в нутрях у вас проснуться, то вы можете делать все, что угодно. Но просыпание произойдет. Вы проснетесь. А если ваша душа не готова проснуться, если тайна внутри вас не готова проснуться, не проснетесь. То есть вы можете там и молиться, там шмолиться, и медитацией заниматься, и огурец себе в одно место вставлять, вот, и, так сказать, там прыгать, как горный козел. И ничего умного от этого не произойдет. Вот. Но вам будет казаться, что да, вот вы занимаетесь этим всем. Потому что когда человек не готов, или когда душа не готова, или когда тайна не готова, то ничего не произойдет. Это, кстати, относится и к любови. Если вы хотите встретить чудесного и прекрасного там парня, девушку и так далее, то если тайне это надо, встретите. А если тайне это не надо, не встретите. Потому что все потрясающие любовные истории случаются на небесах. Окей, достаточно на следующее видео. Держитесь, хвост трубой, пушистым. Я вам сейчас чуть-чуть покажу, какой здесь кошмарный снег. Смотрите, какой здесь снежок. Не знаю, если вы его увидите. Снег есть. Вот. Это еще ерунда. Вы бы видели, какой бы снег в самом Бафо есть. Вот так. Все. Моя, твоя, я ухожу.